Не за чашкой кофе, а в километровых пробках встречают утро барнаульские автомобилисты. Часть улицы Попова, что ведет к силикатному, перекрыта. Началась глобальная реконструкция, а с ней – пробки. Движение организовано в объезд по трактовой через Павловский тракт. Разгружать дороги вышли инспекторы ГИБДД. У нас дежурят пять экипажей на различных перекрестках, обеспечивают бесперебойное движение транспорта. При необходимости отключаются светофоры. Сегодня на перекрестке в Лосихинске и Павловский тракт работают не светофоры, а регулировщики, благодаря чему улицы разгружаются, а люди не проводят время в пробках. Но как только регулировщик уйдет, жителям поселка силикатный придется добираться до дома часами. Правда, инспекторы гарантируют, что регулировщики будут нести дежурство на дорогах по мере их загруженности, особенно по утрам и вечерам. Просим всех автомобилистов и жителей города в первую очередь отнестись с пониманием к происходящей ситуации, потому что это четкая необходимость, которая нам продиктована временем. Если мы сейчас не перекроемся на месяц, то мы просто с реализацией можем затянуть, плюс есть возможность поймать дожди, и тогда вопрос реализации этого объекта будет в принципе под угрозой. Некомфортно, некомфортно, но радует то, что ее сделают все-таки. Столько лет ждем, поэтому мы потерпим. Терпеть придется до 6 августа. К этому времени рабочие обещают переложить электрические кабели, трамвайные пути и полностью заменить дорожное полотно. К слову, стоимость новенькой дороги обойдется почти в 600 миллионов рублей. Палентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.